В Таджикистане сегодня отмечают День независимости республики. В Душанбе и других городах повышены меры безопасности. Уже пятые сутки в Рамидском ущелье продолжается спецоперация против пособников бывшего замминистра обороны Абдухалима Назар Зады, обвиняемого в организации нападений на местное отделение милиции. В Душанбе работает съемочная группа нашего корреспондента Артема Потемина, и он сейчас выходит с нами на прямую связь. Артем, здравствуй. Вот какая сейчас ситуация в городе? Да, Мария, доброе утро. Последние новости из районной спецоперации таковы. Еще один член вооруженного формирования бывшего замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назар Зады убит. И семь боевиков задержаны. Сейчас с ними проводятся следственные действия. По сообщениям МВД, в ходе задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление. Накануне по местным телеканалам был показан сюжет, в который вошли в том числе и кадры спецоперации. На них видно, что члены группировки располагали большим количеством оружия и боеприпасов. Все это было у них изъято. Сколько еще боевиков могут скрываться в Раминском ущелье, пока неизвестно. Всем им, в том числе и бывшему генералу, заочно уже предъявлен ультиматум. Либо они добровольно сложат оружие, либо будут уничтожены. Между тем, в МВД республики напомнили, что боевики, которые добровольно сдадут оружие, к ответственности привлекаться не будут. И действительно, сегодня в Таджикистане отмечается День независимости. В стране это по традиции выходной день. Центр Душанбе украстили национальными флагами. И наверняка праздница сегодня продлятся до глубокой ночи. В своем обращении к нации по случаю Дня независимости президент Таджикистана, Эмамали Рахмон, назвал главными проблемами страны религиозный экстремизм и терроризм. Он заявил, что, цитата, «лишь светский путь развития является для государства наиболее дальновидным и гарантом спокойной и мирной жизни». Понятно, что меры безопасности, особенно в местах массового скопления людей, сегодня усилены, дабы избежать возможных провокаций. Милиционеры патрулируют улицы, задействованы и армейские подразделения. В целом, обстановка столицы спокойная, однако в МВД все равно просят граждан быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы любую информацию, которая могла бы помочь задержанию преступников. Мария. Да, спасибо, Артем. Артем Потемин с последними новостями из Таджикистана. Артем Потемин с последними новостями из Таджикистана.